Девушки отдыхают Школьная жизнь нашего города наполнена событиями – спортивные соревнования, конкурсы, олимпиады. В феврале в Доме детского творчества прошел старшотрадиционный фестиваль детского творчества на противопожарную тематику «Юные таланты за безопасность». В конкурсе приняли участие все образовательные учреждения города Азова. В номинации было четыре – театральное искусство, вокальное искусство, хореография, авторская песня. Победители отправляются на областной конкурс. Что полезного каждый из вас получит после участия в этом конкурсе? Поняла, что нужно беречь свой дом, природу и уважать пожарных, так как они поставят в нашу жизнь. Мне этот конкурс дал полезные знания, много было очень хороших и веселых выступлений. Поняла, что пожарные – это очень-очень ответственные и важные люди. Они нам помогают в жизни, они также возьмены, как полицейские и врачи. Нам очень весело всегда выступать, очень нравится, познавать всякое новое, интересное. Мы теперь будем поосторожнее с огнем. Просвещать и убеждать, востребовать, как всегда, пожарного таланта. Какую цель преследует проведение данного конкурса? Целью нашего конкурса, фестиваля, это безопасность, в первую очередь, пожарная. Это привлечение как можно больше внимания к этой проблеме, это выявление талантов, талантливых ребят, которые на эту противопожарную тематику нам показали сегодня удивительные, интересные номера. Этот конкурс проводится каждый год. Чем отличается конкурс прошлого года от этого года? Удивило то, что такое большое количество мальчишек участвовало, причем и одиннадцатиклассники, и десятиклассники, и ребята из пятых классов. И мальчишек было столько же, сколько и девчонок. Вот это меня очень удивило и порадовало. Берегите лес от пожаров! 23 февраля – День защитников Отечества. Девочки готовят подарки для будущих воинов, проходят концерты, классные часы и торжественные линейки. Наши корреспонденцы побывали на празднике в социально-реабилитационном центре села Кулешовка, в котором находят приют, временно проживают ребята, у которых есть проблемы в семье. Наш репортаж. В социально-реабилитационном центре Азовского района прошло мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Это был не только праздник с подарками, концертными номерами детских творческих коллективов, а еще и со спортивными соревнованиями. В команды вошли воспитанники приюта и участники спортивных секций. Компетентное жюри определило победителя. Им стала команда танкистов. А главное, это сплоченность и дружба, которую продемонстрировали воспитанники приюта, юные спортсмены, артисты и наставники, казачий юрт Азовского района, отряд ОМОН города Ростова-Дислокация, участники военных действий на Кавказе. Недавнее падение метеорита потрясло мир. Человечество всегда интересовал космос, особенно своей таинственностью и непосвенностью. В феврале отмечается 540 лет известному астроному, механику и математику Николаю Копернику. Коперник был разносторонне развитым человеком. Он успешно занимался медициной, занимался борьбой со страшным заболеванием того времени чумой, построил гидравлическую машину, благодаря которой город в Промборке обеспечивался водой. Но самый главный труд всей его жизни – это книга «Малые комментарии», над которой он работал 40 лет. В ней он отразил новое отношение к модели мира. Описание Солнечной системы стало основой его научного труда. Если Солнцы являются центром Солнечной системы, то театр можно смело назвать центром культурной жизни. Наш корреспондент побывал на премьере Азовского театра юного зрителя. Наш репортаж! Театр юного зрителя под руководством Людмилы Николаевны Грачевой дает мнимый рогоносец по пьесе французского драматурга 17 века Жанна Батиста Мольера. Почему вы выбрали для пацановки именно эту пьесу? Потому что она нам понравилась, нам она показалась забавной. И самое главное, что в ней, именно в этой пьесе отражены нравы, которые были и в 16, и в 17, и в 21 веке. Богатство – все, бедность – ничего. Хотя все кажется наоборот, что любовь всегда побеждает. Разве не так? Жан Батист Мольер, выдающийся комедиограф. С его произведениями можно познакомиться в библиотеках и театрах. В библиотеку мы сейчас и переместимся. Наша рубрика «Книжная полка». Здравствуйте! С вами «Книжная полка» и я, Анна Косеркова. Я хочу познакомить вас с французским писателем, который начинал свою литературную деятельность как драматург. Он писал пьесы для театров, но они не привели его к успехам, а фантастические романы этого писателя перевели его к всемирной славе. В этом году французскому писателю-фантасту Жюль Верну исполняется 185 лет. Его книги «Дети капитана Гранта» вокруг света за 80 дней, 15-летний капитан и другие переведены на многие языки. Фантазии этого писателя намного опередили технические открытия ученых. Прочитайте, убедитесь сами. И по традиции наша рубрика «Твоя улетная новость». Наконец настала весна. Моя улетная новость – я буду скоро выступать на концерте. Моя улетная новость – у меня хорошее настроение. Мою школу закрыли на карантин. Это моя улетная новость. Моя улетная новость – я еду в музыкальную школу. И смотрели, я поехала на море. Моя улетная новость – у меня родился братик. Гуляю. Моя улетная новость – мы танцуем вальс с мальчиками. Хорошее прошло эстафеты. Я был на соревнованиях, ходил, смотрел, как другие дрались. Я пойду в цирк. Маме вышивало подарок на 8 марта. Я играю в парке. Иди, 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 иди. Улетные новости прощаются с вами. И желаю вам на этой неделе новых открытий. И фантазий от Винтар. АПЛОДИСМЕНТЫ Пося�! АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин